МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Днем 25-30. В горах ночью от нуля до плюс пяти. Днем столбик термометра поднимется до 20 градусов. В Черкесске небольшая облачность, без существенных осадков. Ветер восточный 6-11 метров в секунду. Днем порывы ветра будут достигать 18 метров в секунду. Ночью ожидается 10-12 градусов. Днем потеплеет до плюс 29. Побывать в тундре, не выезжая из Карачаева-Черкесии. Чтобы узнать, насколько это реально, и, конечно, показать вам этот сказочный лес, и рассказать любопытные факты, связанные с этой местностью, наша съемочная группа вестей отправилась в путь. Все подробности в репортаже Аллы Динаевой. Вот и солнышко заглянуло в этот тенистый сказочный лес, где царит папа, родник. В Гуначхирском ущелье есть загадочное место, где остаточное формирование горного рельефа образовали интересный ландшафт. В связи с последними сильными землетрясениями, особенно известные землетрясениями 1802 года, но эти камни, конечно, сверху обвалились гораздо раньше, примерно в середине 15 века. И сорвавшись вниз, эти огромные камни формировали своеобразные лабиринты, а климат здесь напоминает тундру, и связан на это с особенностями этой местности. Впереди по солнцу у нас гора Буульген закрывает лучи солнца в это место. Особенно в зимнее время сюда даже лучик не попадает. Прямой луч не попадает. То есть зенит солнца настолько низок, что гора перекрывает. Из-за сырости, недостаточного количества солнца и наличия рядом реки образовалась здесь растительность, характерная для тундры. И можно увидеть в этом лесу мох норвежский, еловидный и обыкновенный. Ступаешь по земле, ощущение, как идешь по мягкому ковру. А образовался он из густой растительности. Еще одна интересная особенность здесь. Чувствуется какой-то странный и непонятный холодок. Прохладно, да? А здесь прохладнее. Туда дальше прохладнее, прохладнее. Опять-таки разломы вещей мерзоты здесь недалеко под нами. Часть дороги по лабиринту мы уже прошли. Но чтобы преодолеть весь этот путь, местами надо идти через сквозные пещеры. На улице жарко, здесь очень даже прохладно, свежо. А чтобы подняться, тут, видите, уже нужно держаться замок, чтобы не остаться там. Какое-то царство волшебное. Наблюдая этот необыкновенный ландшафт, различные растения, мы продолжаем свой путь. Ведь интересно и любопытно пройти его до конца. И вот впереди еще одна пещера. Она просторнее предыдущей. Еще с советских времен Альвек Аджиев работал в бюро путешествий и экскурсии. И оказывается, раньше туристы, идущие по 43-му маршруту через горы к морю, останавливались здесь на ночлег. По пути в лесу нам встречались грибы, маховик, а вот и лисички. Далее направляемся за нашим гином Альвеком Аджиевым, жителем Сибирды. Без него здесь легко заблудиться. Вы местные называете это место? Я называю это из-за сказочности Берендеевка. Наше небольшое путешествие в сказочный лес длилось не более 15 минут. Но впечатления останутся надолго. Аладинаева, Али Бастанов, Вести, Крачево-Черкесия, Гуночхирское ущелье. Следующий выпуск Вестей смотрите в 14.30 с ведущим Ашимизом Пхешковым. Хорошего дня. Встретимся завтра. Продаются полнорационные комбикорма для всех видов птицы, а также молодняк уток разных пород. По вашему заказу изготовим любые корма для других видов животных. Плем-репродуктор Зеленчукский. Телефон 8, код 87-878-545-70 и 8-925-711-98-90. Пятигорский государственный университет предлагает уникальную возможность получения качественного, высшего и среднего профессионального образования дистанционно, в том числе одновременно с обучением в любых вузах страны и мира. Прием документов до 26 августа онлайн на сайте университета. Поступай правильно. Поступай в ПГУ. Если в отношении вас или ваших близких совершено преступление, незамедлительно обратитесь в полицию. Продолжение следует...